Сегодня в Дагестане свои двери также открыли 7 новых школ. В школе номер 26 Махачкалы 1 сентября открыли блок-пристройку на 604 ученических места. В открытии принял участие глава Дагестана Владимир Васильев. Он осмотрел новые классы, спортзал площадью 402 квадратных метра, актовый зал на 650 мест, пищеблок и медицинский блок, который состоит из четырех оборудованных кабинетов. Появление нового корпуса позволит перевести в односменный режим школьников, обучавшихся в три смены. По итогам осмотра глава республики напомнил, что в регионе за последние три года существенно увеличилось финансирование сферы образования. У нас существенно увеличилось финансирование образования за последние три года. Я думаю, это видно и по школам, и по таким вопросам, как мы второй год выдаем по миллиону педагогам, которые выражают желания и которые отличились в учебе. Это не просто поощрение. Закупаются автобусы. Мы, по сути, заменили. У нас уже нет автобусов старше 10 лет, то, чего потом так было опасно. Их нет уже, просто мы их заменили. И очень приятно, что мы это делаем в значительной части за свой счет. Хотя процент такой, приблизительно 70 процентов дает федерация, так, то есть около 30 делаем, закупаем. До конца года, по словам Васильева, в регионе откроют еще 18 школ и 26 детских садиков. В рамках мероприятия глава региона также обратился к дагестанцам в связи с текущей ситуацией по коронавирусам. По его словам, расслабляться рано. Ношение масок стоит продолжить, соблюдая личную гигиену. Также он рекомендовал воздержаться от появления в местах массового скопления людей без крайней необходимости. Сейчас еще не та остановка. Вот я буквально сейчас разговаривал с главой района. Значит, только что прошли свадьбы и пошли люди болеть, ложиться в больницу. Прошло соболезнование в другом районе и опять ложимся в больницу. Простые вещи. Помыть руки, одеть маску. Надо делать. И, конечно, вы сейчас через детей уже можете воспитывать взрослых. Потому что мы видим в городе, никто, кроме полиции, практически, может быть, редких, там, увидишь, горожан в маске. Хотя, хотя, это что нужно соблюдать. Мы недавно на штабе говорили о чем? О том, чтобы не усиливать режим. Несмотря на то, что пошла вверх. Вот я каждый день слушаю Роспотребнадзор. У нас каждый день идет в среднем по республике рост. Рост по пневмонии. А сейчас скоро пойдут ОРВИ и гриппы. Мы это знаем.